доброго времени суток всем кто заглянул на мой канал маленькие женские штучки меня зовут Ирина и я рада вас приветствовать сегодня я хочу вместе с вами приготовить чизкейк давайте начнем с того что нам понадобится для приготовления чизкейка для основы у меня будет печенье коробка вот такое сахарное вы можете выбрать любое другое главное чтобы она хорошо крошилась это может быть юбилейная к кофе печенье то есть любое вот такое дальше сливки для взбивания 33 процентные у меня нет от компании лакома или лакома кстати как мне тут недавно написали в комментариях что здесь даже капелька указывающие ударение есть я на самом деле не знаю как правильно дальше мягкий творожный сыр у меня это рикотта вы можете использовать маскарпоне но мне на самом деле в чизкейке рикотта нравится больше потому что маскарпоне такой по брутальней сахарная пудра можете использовать сахар но мне сливки взбивать с сахарной пудрой лучше ванилин обычный столовый ванилин или кулинарный ванилин вот если вы хотите сделать его шоколадным то вам понадобится какао из кухонных приборов мне понадобится скалка и миксер давайте начнем и начнем вот с чего я беру чистый мешочек и вот так в него просто ломаю печенье я использую где-то две трети пачки не всю пачку на самом деле для этого вы можете воспользоваться мясорубкой или измельчителем или блендером как вам удобнее мне удобнее так я завязываю мешочек и я пользуюсь рукавом для запекания потому что он плотно и теперь смотрите просто скалкой измельчаю печенье наша с вами задача измельчить его максимально давайте увидимся когда я это сделаю и так ну вот печенье наше готово ческейк я буду делать вот в такой разъемной форме видите вот у меня замочек то есть она просто разъемная и сейчас я просто сюда засыпаю печенье вот такой вот крошкой для того чтобы корж был более плотным вы можете воспользоваться сливочным маслом и смешать его с крошкой печенье но я вам скажу честно я больше люблю просто мне в общем для пропитки хватает сливок и сыра распределяем и стараемся чтобы она улеглась у нас так поплотнее эта масса теперь мы будем готовить сам ну наверное это крем для того чтобы сливки хорошо взбивались они должны быть прям холодными и я как правило всегда покупаю вот такие 33 процентных потому что если сливки процентностью поменьше то они очень тяжело взбиваются вот так теперь я сюда добавлю 3 столовых или 4 вот таких десертных ложки сахарной пудры смотрите так не очень с горкой потому что я не очень люблю очень сладкий ческейк что-то у меня в одной фразе очень много слова очень но все-таки он должен сладость определенную иметь вы добавляете по вкусу и теперь вот так на кончике ложки ложки или ножа да вот так вот видите совсем чуть-чуть я добавляю ванилин не переборщите с ванилином иначе вы получите горечь ну и мы начинаем взбивать приготовьтесь к тому что взбивать вам придется долго и сливки видите они увеличиваются в размере становятся более густыми но вот на этой стадии останавливаться еще рано и одно из главных правил взбивания сливок вернее всего наверно два во первых они должны быть действительно холодными во вторых когда вы начинаете взбивать вы скорость добавляете постепенно и когда перестаете взбивать скорость тоже убавляете постепенно ну давайте продолжим смотрите вот вот это называется устойчивые острые пики видите да мы приподнимаем миксер и у нас остаются вот такие горочки потому что перевзбивать тоже очень не хочется вы получите просто масло следующим этапом мы добавляем в сливки рикотту так ложкой и творожный сыр уже мы не взбиваем а вмешиваем в сливки просто ложкой или венчиком или вилкой до получения однородной массы теперь я добавляю вторую баночку опять так же по частям и снова перемешиваем на этой стадии попробуйте свой крем возможно вам покажется что необходимо добавить еще сахарной пудры это идеальный момент ее добавить потом будет поздно вот смотрите крем у меня готов и я выкладываю его на основу выкладывать стараюсь первый слой аккуратно для того чтобы не повредить подложку то есть сначала накладываю так ложками а затем распределяю старайтесь уложить тоже достаточно плотно так смотрите первый слой я выложила и теперь я равняю ложкой для того чтобы у меня не осталось здесь воздуха я прям разглаживаю так разглаживаю разглаживаю передвигаем чтобы все это легло плотненьким слоем таким он у вас будет булькать воздухом делать блок мои любимые чуть-чуть постучать для того чтобы воздух вышел и добавляем второй слой вот так и теперь смотрите я силиконовой лопаточкой распределяю второй слой стараясь быть как можно более ровной вот так конечно абсолютно ровно у меня это к сожалению ну а может быть и к счастью не получится потому что он все таки в самом деле шный теперь нам его необходимо украсить и для этого я просто вот так ломаю печенье и посыпаю этой крошкой поверх вы можете украсить какими-то ягодами какими-то не знаю может быть даже там цветочками если хотите чем угодно на самом деле мне почему-то очень нравится именно вот такая крошка теперь нам с вами понадобится вот такая обычная пищевая пленка для того чтобы укрыть форму и убрать ее в холодильник и так вот так я укутала его пленкой убираю теперь в холодильник идеальным чизкейк будет завтра но в принципе его можно уже есть и через пару часов единственное что он будет не такой плотный ну наверное потом сниму картинку и сфотографирую чизкейк покажу вам как он будет выглядеть ну а пока это было все что я хотела сегодня вам показать рассказать надеюсь была для вас полезной ставьте лайки оставляйте комментарии подписывайтесь на мой канал заходите в мою группу вконтакте возможно там вы найдете для себя что-то интересное ну а мы увидимся с вами в следующих видео всего доброго до свидания кормите своих любимых вкусно спасибо